Даешь закон, который защищает, а не убивает. Именно с этим требованием на городскую площадь вышли митингующие. Активисты ратуют за права животных. На акцию протеста они вышли с яркими плакатами, на которых запечатлены доказательства человеческой жестокости. Хотят принять закон о легализации законной эвтаназии. Это будет законное разрешение людей на умерщвление животных. Я считаю это неправильным. Животные должны иметь свой дом, должны иметь своих хозяев. И мы не хотим этого допустить. В этот день по всей стране прокатилась волна подобных акций. Пикетирующие решили призвать людей, гуляющих по городу, к ответственности. Обратить внимание на тех, кого приручили. Ребят возмущают отстрелы и отловы. Живодером и жестокости они говорят решительное нет. Мы неоднократно такие отловы останавливали. Приходилось даже идти в рукопашную против таких бойцов невидимого фронта. Нам угрожали оружием за это. Мы обращались в прокуратуру. Но, к сожалению, рука руку моет. Прокуратура не хочет этим заниматься. Она прикрыла все дела, которые мы возбуждали по данным фактам. Антонина Васильева привыкла к делу, а не к слову. В ее приюте 200 бездомных кошек и собак. Она считает, что размахивать кулаками не нужно. Не нужно решать вопрос точечно. Важно собраться и ратовать за законодательное решение проблемы. Нужен закон хоть какой-то. Хуже, чем модульный закон СНГ или ВТО закон мы не примем. Это однозначно. То, что надо разведение ограничить, чтобы у нас такого не было. То, что нужна регистрация животных. Это все понятно. Это призыв даже не к администрации. Это призыв к обществу. Проснуться и не делать вот эту жестокость. Свой призыв активисты подкрепили петицией с требованиями принять гуманный закон. Подписаться под призывом к человечности мог любой желающий. Если за дело взяться всем миром, подумать не только о себе, но и о четвероногих, можно решить проблему бездомных животных без жертв и кровопролития. Главное, чтобы власти услышали.